Космический аппарат «Розетта» Ни один сигнал с «Розетты» нельзя оставить без внимания. Сотни журналистов со всего мира собрались в Европейском центре управления полетами в Германии, чтобы своими глазами увидеть момент сближения «Розетты» с целью – искомой кометой. Все получилось. «Розетта» подошла к комете на расстояние в 100 километров. Если все пойдет по плану, к концу месяца расстояние сократится вдвое. Ну что же, у нас получилось. По крайней мере, этот этап мы завершили. «Розетта» сблизилась с кометой. Теперь перед нами очередной этап работы – сроком на год. Космический подопытный кролик «Розетты» – комета Чурюмова-Герасименко, названная по имени советских специалистов, открывших ее в 69-м. По мере приближения к комете «Розетта» слала на Землю удивительные снимки. Это странная комета. Мы по-разному представляли ее очертания, но то, что она окажется похожей на резинового утенка, не ждал никто. У кометы удивительная форма. Для нас, ученых, это просто что-то из ряда вон выходящее. Это за пределами нашего воображения. Аппарат «Розетты» оснащен двумя наборами камер – навигационной и научной. Последний обладает сверхмощным объективом. Этот специалист из Института Макса Планка показывает и рассказывает. Так, подождите, сейчас я вам покажу. Вот он, глаз нашей «Розетты». Мы можем видеть здесь множество деталей – валуны, кратеры. Вот эти возвышенности с хороший дом. Имейте в виду, здесь разрешение 8 метров на пиксель, так что мы видим очень хорошо. Смотрите, какая скала здесь, прямо посреди совершенно гладкой поверхности. «Розетта» поймала необычную комету. Она состоит из двух частей разного размера. Ученые считают, такая форма обусловлена распадом космического тела, либо столкновением двух тел в далеком прошлом. Ледяное ядро этой массивной кометы имеет период вращения в 12 часов. На видео мы видим реальную ось вращения нашей кометы. Смотрите, как все происходит. Она вращается вот так, в таком вот направлении. Здесь у нас север, здесь южный полюс, его плохо видно. А вот здесь пролегает экватор нашего ядра. Разглядывать комету в деталях со столь близкого расстояния этого в истории изучения космоса еще не было. Шанс нельзя упустить. От «Розетты» ждут данных о поверхности ядра кометы, ее температуре, химическом составе. Информацию поможет собрать отделяемый зонд. Ну, раз мы так близко подошли к комете, пора писать ее портрет. Мы уже знаем, что она имеет очень необычную форму. И нам нужно ее хорошенько рассмотреть. Итак, представьте, вот тут Солнце. Подходить к комете мы будем по таким вот треугольным орбитам. Иначе нам ее не рассмотреть как следует. В августе мы заметили, как траектория движения нашей «Розетты» деформируется гравитационным полем самой кометы. Его нам обязательно нужно измерить. Получается, мы используем космический аппарат как сенсор для определения гравитации кометы. Тщательное изучение гравитационного поля кометы — задача номер один. Только так ученые поймут, как ввести «Розетту» на дальнейшее сближение с целью. В том, чем мы сейчас занимаемся, — залог успеха нашей миссии. Если мы не знаем всех характеристик кометы, как нам тогда летать вокруг нее? Получить же все эти сведения мы можем, только летая. Вот мы и летаем. Надеемся, что сбор нужных данных завершится где-то через пару недель. Главный вопрос от неспециалистов — а зачем вообще изучать кометы? Ученые объясняют, что кометы — важный ключ к разгадке происхождения Вселенной. Изучив строение этих древних хвостатых звезд, мы получим данные о ранних этапах формирования Солнечной системы, поймем механизмы эволюции кометного вещества и в конечном итоге выясним, как кометы повлияли на формирование жизни на Земле. Кометы содержат воду, ту самую, из которой состоим мы с вами и которую мы пьем. Для нас очевидна связь между кометами, возникновением жизни и нашей планетой. Эти небесные тела могут многое рассказать нам о химической эволюции Солнечной системы. Если все пойдет по графику, то уже нынешней осенью Розетта начнет сбор вещественных доказательств. Отделяемый зонд произведет исследование и бурение поверхности хвостатой звезды, чтобы затем отправить на Землю бесценные сведения о ее физических свойствах. Сейчас команде ученых предстоит выбрать оптимальное место, куда направить зонд. Я так наивно полагал, что нам нужно просто выбрать какой-нибудь участок поровнее, но в процессе выяснилось, что видимая глазу гладкая поверхность может скрывать что угодно, и лед, и клубящийся газ, и космическую пыль. Комета так стремительно эволюционирует, что выбрать что-то заранее, спрогнозировать, очень трудно. Специалисты постоянно контролируют деятельность космического аппарата. Розетта была запущена в 2004-м, затем довольно долго проспала в космосе и была разбужена в момент, когда охота за кометой стала возможной. Розетта в отличной рабочей форме. Она ведь летает уже 10 лет, срок, которому обычно спутники завершают миссии. То есть Розетта уже в предпенсионном возрасте, а ей только-только предстоит начать основной объем работ. В целом, я считаю, нашей Розетте можно только позавидовать. А Розетте пекутся не только астрофизики. В эти недели Центр управления полетами буквально осаждают журналисты со всего мира, несмотря на летние каникулы. Эмоции просто переполняют. Так радуемся, как дети на Рождество. У нас тут все понимают, что мы переживаем по-настоящему исторический момент. Ничего подобного еще не было. В проекте все сошлось, и наука, и космические путешествия. Мой сын заявил, что хочет быть ученым тогда, когда я занялся проектом Розетта. Так что дело в шляпе. Розетта у всех на устах. Проект поражает воображение, но космос Розеттой не ограничивается. Давайте посмотрим, что еще нового происходит в космических делах. Запущенный семь месяцев назад спутник Гайя приступил к выполнению миссии звездочета. Он должен собрать данные для построения подробной и очень точной карты миллиардов звезд галактики, чтобы лучше понять строение и эволюцию Млечного Пути. Вот как выглядит поверхность планеты Меркурий. Ее рассмотрел и сфотографировал американский спутник Мессенджер. На снимках видны следы вулканической активности и значительное количество льда в кратерах. В тренировочном центре НАСА в Хьюстоне принимают итальянку Саманту Кристофоретти. Ее знакомят с американским сегментом МКС. Кристофоретти, первая женщина-астронавт из Италии, летит туда в ноябре сроком на полгода. Она сообщила, что возьмет в космос кофе-машину. В сентябре мы вновь встретимся с нашими охотниками за кометами, узнаем, как чувствует себя Розетта, а еще поговорим о нашей соседке планете Венера. Продолжение следует...